по-моему летом 17 нужно уже сдавать стадион вот если летом 15 вырыли котлован у нас остается 16 год и все и дальше уже совсем ничего очень серьезно придется строителям потрудиться чтобы построить вовремя объект очень серьезно вот этот люфт на наш алтай болтай вообще его нет практически на притирку там на на какие-то там разговоры с комиссии по сдаче в эксплуатацию это наверное результат того что определенное время из-за бюрократических вот этих нестыковок было просто потеряно вообще запустить строителей на площадку нужно было уже летом прошлого года ну явно не 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 весной 15 вот но что тут уже случилось то что случилось и спорить с этим уже и бессмысленно сейчас уже вообще не до споров нужно очень активно значит федеральным получается застройщику контролировать федерального уже подрядчика чтобы они осваивали правильно федеральные деньги и быстрее 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 строили этот наш замечательный стадион победа больше ничего будучи мэром волгограда убеждал депутатов городскую думу еще прежнего созыва отказать на просьбы губернаторов потому что не один губернатор а несколько так или иначе поступалось к затее отобрать сеть муниципальных аптек у волгограда и передать их на областной баланс в областное подчинение в рамках сети волгофарма сначала с этой затеи в виде письма разговора выходил николай кириллович максиута затем это ли гость бравко я не знаю делали это письмо баженов сергей анатольевич наверно тоже такая идея была у предыдущего губернатора но у выборной власти города того периода у меня как у мэра у сети власти предыдущих периоду хватало воли не отдавать муниципальные аптеки я не считаю что скажем аптеки находящиеся исключительно под гособеспечением они там дурны имеют плохое управление и у них там что-то не так да нет волга фарм на самом деле мощная организация серьезная структура башко отличный директор отличный менеджер у меня очень доброе отношение к самому руководителю первое я считаю что конечно же муниципалитет должен был озаботиться судьбой коллектива самих аптек конечно эта судьба сейчас сомнительно с точки зрения перспективы да второе надо конечно было прежде всего поставить во главу угла доходы поступающие от аптек и прямые поступления по прибыли и косвенные потому что они платят налоги причем различные уровни бюджетов и третье ну что совершенно очевидно имея муниципальные сети аптечные пусть даже и вот такого полурезного плана потому что значительная часть аптек при предыдущих властях была все же продана при оптимизации площадки уходили под продажу так вот в остатке этой муниципальной сети конечно является мощным конкурентным ну что ли звеном в общей рыночной схеме продажи значит медикаментов конкуренция это нормальное явление что плохого в том что скажем муниципальная сеть муниципальная аптека рядом находящийся конкурирует с государственной аптекой волга фарма ничего в этом плохого нет это хорошо и для прежде всего кстати тех кто имеет очень низкие доходы хорошо я считаю что конечно потребитель от того что конкуренции не будет проиграет конечно волгоград мог бы не повышать стоимость содержания детей в детских садах мог бы вопрос в другом а имеет ли возможность волгоград сейчас увеличивать размер дотации и вот эту дельту финансировать самостоятельно из городского бюджета они из кармана мамы пап вот чтобы ответить на этот вопрос мне нужно понимать а вот при межбюджетном планировании волгоград отстоял свои интересы в рамках консолидированного областного бюджета или эти интересы не учли и бюджет города в плане доли в общем консолидированном бюджете не увеличился уменьшился если уменьшился то значит плохо поработали с областной думой с финансистами области значит ну кто-то явно не на своем месте там в условиях сити администрации да значит когда нет что ли защитника или группы людей которые защищают это не обязательно избранный мэр хотя это было бы в идеально конечно любая власть должна быть избрана народом они назначены сверху но если уж нет избранного мэра то хотя бы депутаты вместе с сити менеджером должны были эту активность проявлять и в комитетах облдумы в заседаниях коллегий значит облфина и так далее так далее отстаивать интересы города и вот отстояв скажем ну миллионов на на 700 800 до до миллиарда например да и город сохранил эти деньги у себя можно датировать и детские сады и проезд на общественном транспорте муниципальном и так далее так далее так далее а если вы профукали эту межбюджетную борьбу хорошем смысле слова не политическую именно межбюджетную иногда она перехлёстывает и действительно превращается в политическую борьбу если эта борьба упущена если не убедили никого если ваши интересы не учли то датировать не с вот мне тоже позабавил эта новость почему-то уполномоченный по правам предпринимателей должен быть служащим я не понимаю зачем это правда ну правда не понимаю мне кажется что этот не тот случай я понимаю когда уполномоченный по правам ребенка должен быть служащим у него должен быть аппарат, и понятно, что защищать детей должен человек профессиональный, обладающий специфическим образованием, и при этом имеющий право в судах и в органах опеки, прокуратуре, кстати, защищать интересы несовершеннолетних. Но зачем защитник-предприниматель должен быть на службе в рамках региона? Не в рамках страны, а в рамках региона. Я не понимаю. Я считаю, что это очень странное решение. Таким образом, этот защитник так привязывается к власти, что он по логике должен взаимодействовать с властью, а зачастую ее критиковать, а он по факту оказывается в ситуации, когда он не может этого делать.